Всем привет! Вы на канале Кукушоу, а мы, точнее даже не мы, а только Вован сегодня на рыбалке. Вывез я его на протоку Байбалаковскую, здесь он попробует повторить мой прошлогодний успех и отловиться хорошо по щуке. Кстати, повторим, вода еще сильно не спала, еще жор щучий не начался, но она уже активна. То есть, ну и в принципе, мы все-таки не дилетанты, должны поймать. Поэтому на успех можно понадеяться, только пока понадеяться, но все-таки можно. Погода, главное, сегодня просто обалденная. Вчера, позавчера постоянно пасмурно, постоянно дожди какие-то. Вы гляньте, сегодня, блин, благодать просто. Вованыч, тебе, если честно, прямо повезло. С погодой, это точно. А вот повезло ли нам с уловом, вы увидите, досмотрев это видео до конца. Так что не переключайтесь. Погнали! Все, в очередной раз меня покидает Виталий, оставив одного на рыбалке. Все, Вованыч, не хвоста, не чешуи. К чёрту. Давай, газой. Давай, в 6 часов увидимся. Давай так же, до отсечки. Да, буду до отсечки. Ты главное, давай, давай с кипедями не заигрывай. Ладно. Вот так вот меня оставили. Вещи просто разбросаны по всему берегу. Ну, виталь на работу торопится. Вот он мой спуск здесь будет на воду. Мне сегодня на целый день вот с этим всем в такую замечательную погоду ловить щук. На прошлой рыбалке я не поймал 10 килограмм езей, поэтому попробую на этой 10 килограмм щук поймать. Так что я раскладывать вещи, готовиться, ну и включусь, наверное, уже в лодке. Ну всё, собрал лодку, выплыл, или как правильно, вышел из своего, скажем так, затона, где у меня был причал. И выдвигаюсь на проверку всевозможных ручьев, заводей, подальше от цивилизации. В надежде на то, что там будет щучки побольше и в размере, и в количестве. Так что скоро начнём рыбалку. И я снова в предвкушении того, что поймаю. Но мне сказали, что главное не потерять веру, потому что поклёвка может быть не сразу. Так что буду пробовать на всевозможные блёсны, может быть воблеры, ну или ещё что-нибудь, там колебалки. Ну вот, я выехал немножко уже на место. Сейчас заметил, тут хоть и не сильно глубоко, но плещется рыба. Поэтому сейчас попробую, он там в центре плесканулся, кто-то крупный. Попробую несколько раз закинуть. Может кто клюнет. Пока начал вот с колебалки золотого цвета, на шапши она себе в принципе очень хорошо показала. Вот как раз там. Да, кстати, взяли эхолот. У нас был вот такой вот небольшой, ну простенький самый. Вот установили на кронштейн. Ну как надо по правилам. Плещется и всё. В принципе показывает неплохо. Вот сейчас у меня один метр подо мной. Температура воды 21,4 градуса. Это 1,1 метра здесь поглубже. То есть меня течением несёт. И глубина потихоньку увеличивается. Только я ещё пока не понимаю, тут плотность дна, наверное, ещё показывает. 1,2 метра. Да, здесь всё глубже и глубже. Ну-ка, сейчас попробую на веслах подплыву к тому берегу. И попробую вдоль него закинуть. Там что-то больше плечется здесь. На этом берегу отмель. Но там, наверное, поглубже. Так, в общем, я зашёл. Здесь я какой-то ручей проходил. Но здесь очень мелко. Но вот тут, прямо возле берега, плесканула щучка. Так что есть шанс того, что мы её с вами поймаем. Ой, переживаю. Как мне отсюда потом выезжать? Ну-ка, ещё туда разрукину. На другой. Видите, там эта отмель не уменьшается. И уходит за поворот. А течение тут сильное. Ладно. Пойду-ка я назад. Чувствую, что-то ничем хорошим это не закончится. В помощь мне только ветер, который мне в спину дует. Ладно, холод выключаю. Он мне тут не поможет. И погребка я назад. Видите, всё, веслом. Что там, что тут. Я в дно упираюсь. Да уж, вот это приключение. В общем, там совсем мель. Надо в сапогах или в эрдосах проходить. А идти назад на веслах, получается, я вот сейчас попытался спуститься. Топка. А у меня короткие сапоги тонут. Течение сильное. Я 50 метров прошёл, наверное, за полчаса или даже почти за час не засекал. Но тут благо хоть течение чуть-чуть послабее. Можно немного идти. А стоит только зайти где поглубже, сразу же сносит. На веслах невозможно идти, а мотор не опускается, потому что мелко для него. Фу, получается, скребу по дну, иду назад или взад. Блин, этот... Иду практически дном цепляю глину, а он мне показывает и холод, что подо мной рыбка проплыла. Какая там рыбка. Какашка, если только какая-нибудь. Фу. Ну, в общем, мне, наверное, вон, там видно, не видно. У меня тычки какие-то стоят. То ли сеть была натянута, то ли что. То есть мне еще метров 200 со скоростью... А какая тут у меня скорость? Я вот потихоньку пытаюсь вот... Идти. Ну, думаю, за часик доберусь до выхода. А там, наверное, пойду в другую сторону. Что-то мне эта сторона как-то не очень зашла. И рыба не плещется. И глубины тут 20 сантиметров, наверное. В общем, веслами по дну глибу. Так, наверное, уже прошло больше полчаса. Я вон от тех веток доплыл только досюда. А мне нужно вот за вот эти вот веточки, вот там, где пошире, там вроде бы как поглубже, где отвесный склон. Вот мне до туда надо как-то догрести. Я думал, ветер мне будет помогать. И теперь он мне даже не мешает. Поэтому стою здесь пока отдыхаю. Уже взмок. Решил вот покидать маленько. Вдруг кто-нибудь где-нибудь стоит пока отдыхаю. может получиться поймать. Фу. Глубина так и не появилась. Но я заплыл за эти палки. А вот здесь есть ручей. Вот я думаю, что вот тут может где-нибудь на отмеле щучка стоять. попробую здесь половить пока отдыхаю. А вот тут с самого первого. Есть. Есть маленькая щучка. А вот и мой первый влог. Ну как вам? Я думаю, это самая лучшая щука, которую я ловил. Да ладно, ты не дергайся. Ты так. Все нормально будет. Отпущу я тебя. Вот такая вот. Плыви. И больше не попадайся. Так. Что если мне поменять? Так значит. Да значит. Блесенку поменять. Допустим. Так. Мне сказали еще вот это вот уловистое. Синенькое. А потом потом эту вот попробую. Вот эту вот. Вот такую потом попробую. Фу. Сейчас попробую вот эту синенькую. О, она потяжелее. Летит подальше. Блин, цепляется там за все. Да ну, есть. Есть еще одна. Ну, нет. Похоже, здесь нужно отсюда уходить. Я ее еще из-за головы поймал. Походу, она промахнулась. Все, ума. Ладно, плыви. Будь без глаза теперь. В общем, здесь мелкая какая-то ловится. Так, рыбзя. Перешел на другое место. А тут такие коряги и закутки. Тут стопудово я подходил, видел, как рыба разбегалась в разные стороны. Так что, есть шанс, что поклевки будут. Есть, 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 есть. Сорвалась. Вот эта подстава подставная. Вот на вот эту рыбешку на воблер. И сорвалась. Там два крючка. Есть. Есть, щеченцы. чё там кто-то. Ясь. Ну, на безрыбье и яся рыба. Неплохой изёк. Ух ты, ё-моё. Чуть не плюхнулся сладкий. Хороший ясь. Вот такой вот изёк отличный. Пойдёт на кукан. Так, встал в классном месте. Увы, более-менее вышел я из тех отмели. Вот тут закуток глубокий. И вот тут я уже видел, как рыба щеманулась отсюда. Так что у нас сейчас огромный шанс кого-нибудь отсюда выловить. И может быть даже неплохую рыбушку. Рыбёшку? Рыбушку. Предварительный итог. Время уже обед, а у мне в арсенале всего лишь один ясь. Поклёвки были. Раза два, наверное, щучка сорвалась. Скажем, тоже, наверное, небольшая. И вы видели, две штучки маленьких я поймал. Ну, отпустил. Потому что там совсем шнурки. Вот. Сейчас, как говорится, сам отобедаю и продолжу уже рыбалку. А на обед у меня яички варёные, морская капуста и лавашек. Вот, если честно, не знаю. Вроде говорят же, что рыбу нельзя брать на рыбалку, клевать не будет. А интересно, можно брать морскую капусту на рыбалку и будет ли клевать? Пишите в комментариях. Интересно, правда. У нас тоже, вроде бы, как к чему-то морскому, может быть, даже рыбному относится. так, так что было бы интересно ваше мнение. Сейчас было очень интересно. Я вот так блесной водил и мне кто-то клюнул. Сейчас не хочет клевать. Кто-то маленькая какая-то то ли щучка, то ли кто подплывала. Место красивое. Возможно, даже какой-нибудь медведь вылезет и съест меня. вот я уже потихонечку и дошел до места, где я спускал лодку вон там. Здесь я стоял мужичок на спиннинг ловил. Поэтому думаю, что есть возможность, что это место такое. Вход в затон, здесь может быть водиться окунь или щука. Сейчас сделал пробные пару забросов и меня атаковало окушок, но не зацепился. Поэтому думаю, здесь постою, покидаю маленько. Думал окушков положить, а смотрите, кто в них клюнул, не видно. Вообще вот одел маленькую-маленькую блесенку и клюнул на нее маленькая-маленькая щучка. Прям не то, чтобы карандаш, а можно сказать малек. Грамм 30, наверное, 20. в общем, живец. Думал, может, акуня хоть будут клевать. Блесны и вертлежки я уже все испробовал. Осталось испробовать резинки. Я сейчас в таком месте, вот вроде какие-то бревна, и здесь все люди ходят вроде бы как на спиннинг ловят. Потому что там мужик только что стоял, спиннинговал, значит, тут что-то есть. Пробовал затянуть маленький вот этот вертлежок, который кидал на входе. Мне пытались постоянно укусить вот такие вот маленькие щучки. Следовательно, щука здесь есть. Раз мальки, щуки здесь тусуются, значит, и щука здесь есть. Но раз она на блесну не хочет идти и на вертлюжки, то попробую на резинку. У меня вот здесь есть вот такая вот красная. Буду делать по пять забросов. Приблизительно вот так вот. Один, два, три, четыре и пять. И вот тут у меня еще есть арсенал, значит, есть поролонка зеленая, потом есть вот такая вот с блестками красненькая и двухвостка оранжевая. Где-то есть еще сиреневая, такая полосатая, самая топовая, ну, считается там дорогая такая. Значит, так, сделаю я с резинками по пять забросов. Начну вот с красной. И мне уже позвонили и сказали, что пора собираться на выход. Так что, если я сейчас ничего не поймаю на эти пять забросов каждой приманки, то тогда все на выход. Вот кто-то ее грызет наживку, какая-то мелочевка. Ух ты, там кто-то крупный был. Ничего себе. А кто-то-то там существенный был, только он никак заглотить ее не мог. Так, смена караула. У этого красненького все-таки кусали. Вот такого вот. Никогда не пробовал рыбачить на вот этот вот поролон. Блин, зацепилось. вот поролонка. Говорит, на нее неплохо клюет. Вот это мы сейчас и проверим. Зацепим поролонку. Говорит, ее надо намочить. И она будет хвостиком вилять. Она не виляет. Просто плывет. начнем с того же места. И хватит с него. Не хотят поролон есть. Ладно, попробуем следующий. Так, чисто быстрый экскурс во всякие резинки. ой, воды с этой пололонки. Так, хочу попробовать вот это вот у хвостого. Он вроде поменьше. Может быть клюнет хотя бы этот маленькая щучка. Ну-ка, но этот хвостами виляет. на него тоже никто не хочет скрывать. И у меня остается, я наверное еще попробую вот этого большого фиолетового. И все, и пора наверное собираться, потому что там еще за мной заедут, надо будет лодку собрать, все сложить. может ночью будет выход какой-то похлевки будут, но сейчас нету. Ну все, я на выход забираюсь потихоньку. Ну что товарищи, вот и подошла к концу моя вылазка на протоку Байбалаковскую. Вещи вот уже я собрал, осталась только одна лодка. ее сейчас поднять надо будет наверх. Значит что по улову? Несмотря на все мои попытки забросить, скажем так, поменять наживки, поменять места ловли, и все мои скажем так терпения увенчались только вот этим вот одним езем, который я поймал. Вот он. Больше мне так ничего не удалось поймать. Созванивался с Виталием, он мне объяснил о том, что вон та отмель, которую я все-таки побоялся преодолеть, потому что у меня не было больших забородных сапогов, чтобы можно было либо лодку тащить по отмели, либо как-то по берегу ее назад тянуть. В общем, за тем поворотом, до которого я не дошел, там как раз и есть, скажем так, клондайк всех щук. Нужно было туда добраться. Но ввиду моей подготовки мне это не удалось. Но сам процессор балки мне очень понравился, потому что не самое главное улов, самое главное те труды и старания, а также полученный опыт намного важнее. А если бы улов всегда был и везде, то он не был бы таким интересным. Поэтому да, мне не получилось поймать. Я в этом плане расстроен. ожидал конечно намного большего, но получил неизгладимые впечатления и огромный опыт, потому что на спиннинг в Омске я в принципе и не рыбачил, а здесь я провел целый день. Использовал все наживки, блесна, силикон, вертляги и все на свете. И понял, что не все так просто, как кажется. Вот я приехал в Ханты, здесь север, здесь рыба сама в лодку запрыгивает, а не тут-то было. Целый день потратил и ничего не поймал. Но почему-то меня конечно удивляло то, что клевали в основном маленькие щучки вот эти вот карандашики и не одной большой. Мне бы хватило всего лишь одной, всего лишь где-то на 5 килограмм. Поэтому, ребят, всегда старайтесь, не опускайте руки, потому что возможно за следующим поворотом вас ждет куча рыбы и огромный улов. Вы можете целый день кидать, ничего не поймать, а тут хоп, в какой-то яму найти и все, главное не сдаваться. Вот так вот. Ладненько, видосик будет короткий, поэтому, если он вам понравится, ставим лайк за мои труды и подписываемся на канал. Через, послезавтра, скажем так, через день я уже с Виталием вдвоем поедем на рыбалку. Он знает места, знает, как здесь рыбачить, на что рыбачить. Поэтому, следите за каналом, скоро выйдет просто бомбическое видео. Я тащить лодку, а вам пока. Редактор субтитров А.Семкин